В декабре минувшего года о нашем Котласе говорила вся страна. Вернее, сожалела. Город стал российской столицей банкротств физических лиц. 15 тысяч человек, а это пятая часть городских жителей, хотят признать себя банкротами. 14 крупных банков и около 50 микрофинансовых организаций помогали котлашанам не отказывать себе в дорогих автомобилях, шубах и брендовой одежде. Но долг не оказался красен платежом. Здесь потеря работы, потеря части доходов, обман, мошенничество со всех сторон. Начиная со стороны микрофинансовых банков. То есть людей извлекает. Агитация – это ненормально. Людей просто запутывают. Запутывают людей в областном центре. Автолюбитель Дмитрий Ушков сетует вдоль дорог. Займов у Хлорьков больше, чем светофоров. Сам он за микрозаймами не обращался. Но для нашей программы согласился проверить, действительно ли так доступны деньги от зарплаты до зарплаты. Мне нужно тысяч 10 рублей на неделю три. Первый раз у нас? Да. Давайте расскажу о нашем условии. Мы выдаем займы по паспорту до 30 тысяч рублей, процентная ставка 2% пыль. То есть если 10 тысяч на три недели, то получится? По паспорту у нас максимальный срок 17 дней. То есть на 10 день у вас будет самопроцентный 3400 рублей. А если возьмем 30 тысяч, через 17 дней вернем 40. И это еще самый безобидный вариант микрозаймовой сделки. Ладно, спасибо, я подумаю. Думают, что же делать с кабальными микрозаймами. Сегодня и финансисты, и правоохранители, и политики. Одни предлагают запретить рекламу микрофинансовых организаций. Другие – ликвидировать их как таковые. Третьи – против запретов. Аргумент – нарушение конкурентного баланса между финансовыми организациями. Архангельское областное собрание депутатов категорично микрозаймы запретить нельзя оставить. Предложения направлены в Госдуму. По замыслу авторов закона проекта, небольшие кредиты до зарплаты нужно получать лишь в банках. Мы, когда обращались, имели в виду два момента. Что государство должно заниматься выдачей любых кредитов на территории Российской Федерации, любых займов. И у нас есть такая служба, как судебные приставы, которые могут и занимаются возвратом долгов. Все остальные должны искать другую работу. А государство должно мотивировать людей к тому, чтобы малый бизнес у нас развивался в стране, к тому, чтобы строились заводы, развивалось производство. И там должна создаваться занятость для населения. На сессии регионального парламента инициатива была поддержана. Если новые введения будут приняты, они затронут в частности ломбарды и кредитные кооперативы. На федеральном уровне инициатива депутатов Архангельской области уже получила первые отзывы от правительства страны отрицательной. Федеральные черновники не рекомендуют Государственной Думе принимать соответствующий пакет документов и запрещать микрофинансовые организации. Так или иначе, окончательное слово за Нижней Палатой Федерального Собрания. На очередной сессии Государственной Думы, которая состоится весной, законопроект о запрете микрофинансовых организаций будет рассмотрен в первом чтении. А пока этого не случилось, выдачей кредитов и займов в Архангельской области продолжают заниматься. Около 400 организаций. Текущая задолженность населения перед ними превысила 93 миллиарда рублей. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.